С вами Оля Качанова. Мы сегодня снова идем смотреть, как живут другие. И сегодня мы оказались в теплой, яркой квартире в городе Самаре в Старом Фонде. Хозяйка Ира сегодня расскажет нам о том, как она переделала свою Сталинку, и это будет потрясающе. Ира, привет! Привет, Оля! Спасибо огромное за приглашение. Я всегда в своих выпусках спрашиваю о площади и высоте потолков. Где мы? Так, мы находимся в Старом Фонде. Это Сталинка 1953 года постройки. Официально высота потолка 3,10 примерно. Официально по БТИшному плану у нас здесь 50 с чем-то квадратов. Это двушка. 50 с половиной. Это двушка, да, изначально была, а сейчас евразушка. Кто живет? Я с мужем живу, мы вдвоем. И две кошки. Ты хорошо так сделала акцент на том, что евро-однушка, я хочу просто для всех зрителей сказать, что давайте наконец-то разберемся. А то путаница с этими евро-двушками и однушками в Европе считается по количествам спален. Поэтому если спальня одна, то это евро-однушка. Спальня две, евро-двушка. Я всегда начинаю обзор квартиры с кухни. Я предлагаю тоже туда пойти, тем более, что она у тебя сложная. Все эти маленькие сталинские кухни – это целый квест для того, чтобы сделать здесь классный ремонт. Да, официально изначально 6,5 метра отвели к бедной советской хозяйке на домашнее хозяйство. Это еще сталинка. Да, обычно там действительно очень маленькие, чтобы не задерживались, а побольше работали у нас женщины. Я хотела создать общее пространство изначально. Мне очень не нравятся закрытые кухни. Чувствую себя изолированной кухаркой какой-то, когда готовлю здесь одна за закрытыми дверями. Я думаю, это никому не нравится. И вот это общее пространство, оно всегда добавляет свободу не только вот именно в воздухе, а именно ощущение того, что мы всей семьей из двух человек и двух кошек проводим время вместе. Собственно, поэтому достаточно быстро, без какой-либо головоломки, пришло решение сделать здесь арочный проем. Стену вы вынесли, получается? Мы не вынесли, здесь было. На ширину коридора? А что это? Мы заделали здесь просто стену. Заделали дверной проем, получается. Хотя, если я не ошибаюсь, мы заново почти что строили эту стену. Укрепляли ее, но по факту она все равно не является несущей конструкцией. Имеется в виду, вешать на нее в большом количестве что-то нельзя. Поэтому нету навесных шкафов кухонных? Нет, навесных шкафов нету, потому что я изначально мечтала... Ну, есть такие чекпоинты, по которым я делала квартиру. Один из чекпоинтов — это отсутствие навесных шкафов. Я максимально хотела прийти к тому, чтобы сделать такое открытое пространство. Но вот я уже сегодня рассказывала, в этом году мы будем делать здесь навесные шкафы, потому что у меня просто ничего не умещается. У меня вот здесь вот безобразие, вот это вот, которое я хочу спрятать. Оставить здесь только цветы, всю мишуру как бы убрать. Но вообще я, конечно, просто мечтала об открытых полках с красивым наполнением. Ну вот, думала туда поставить цветочки. Ну, это знаешь, как проходит, закрываешь гештальт, и потом уже с пониманием об этом мире приходишь к практичным решениям. Ира, потрясающий просто фартук. Ты говоришь там, я не дизайнер, но получилось невероятно круто. И зеленый. Мне нравится то, что ты совместила две плитки. Это так необычно выглядит. Вау. Спасибо большое. В той квартире была очень красивая мозаика. Я достаточно долго пыталась найти какое-то решение для этого, но в итоге сделала выбор в пользу того, что есть. Тем более мне безумно понравилась эта плитка из керамомарацци. Вообще мой любимый цвет зеленый. Какие-то красивые глубокие зеленые оттенки. Это, по-моему, изразцовая плитка, если я правильно употребляю это слово. Потому что, по-моему, она может идти на печь. То есть, им можно обкладывать какие-то камины и так далее. То есть, она очень жаропрочная. Мне она понравилась тем, что она безумно красивая. И решение пришло само собой. Хочу сказать еще, что прикольное решение с тем, чтобы кабанчик положить вертикально, они горизонтально тоже очень интересно смотрятся.